Сегодня отмечается День джинсов, поэтому, наверное, стоит поговорить о стиле и о том, как вообще люди, почему люди формируют свой гардероб, каким образом, и как он влияет на нас или мы на окружающих с помощью своего гардероба. В студию клинический психолог Ирина Макаренко, которая сейчас все нам точно расскажет. Ирина, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Все вам расскажу. Мы с детства слышали такую поговорку, что встречают по одежке. Ирина Макаренко, давайте попробуем разобраться, что, в принципе, можно сказать о внешнем виде человека. Возможно ли что-то сказать о его внутреннем виде, по внешнему? Конечно. Одежда – это очень такая говорящая часть коммуникации. И начнем мы вообще с вами с психиатрии. Знаете ли вы, что врачи в психиатре первое, что описывают, это внешний вид человека? И здесь можно судить уже о таких больших гранях, большими мазками о психическом здоровье и нездоровье. Психиатр, описывая вас, например, сказал бы о том, что вы одеты опрятно в соответствующий месту, времени, года вашему гендеру, и счел бы вас психически здоровым. Следующий уже момент – это персонология, то есть психология. Потому что по одежде можно предположительно судить о характере человека. И этим занимаются профайлеры, и этим занимается целое направление, ну, в том числе, такое направление, как профайлинг. Потому что в виде человека мы можем понимать, в каком психоэмоциональном состоянии он находился, какой он цвет выбрал, что и как он сочетал, каких вещей больше в его гардеробе, то есть что чаще он носит. Это романтичный стиль, правда? Девушка входит в красивых платьях, таких узорах больше, может быть, там, восточного типа или такого деревенского стиля. Это про что? Это про романтизм натуры, про сензитивность, чувствительность, эмоциональность. Либо это спортивный стиль, это про энергичность и удобство. Либо это классический стиль, и даже на какую-то такую неформальную вечеринку человек приходит, как человек в футляре, полностью застегнут на все пуговицы у него, в общем-то, и тогда мимическое сопровождение тоже будет достаточно такое собранное, да, даже гипомимичное, то есть минимальное проявление эмоций. То есть это про что? Это про то, что нужно вот, чтобы всегда было по нормативам, что должны быть правила, и, в общем-то, такая сухость, и нормативность будет и в личности человека. Поэтому, конечно, когда мы смотрим на человека, мы можем предполагать, про что сам человек, какая у него, как говорят психологи, метапрограмма. То есть это про энергию, это про взаимоотношения, любовь, это про чувствительность, это про комфорт, это, ну, про что, да, поэтому присмотритесь. Посмотритесь, и сейчас открывая гардероб, выбирая, что вы будете одевать, подумайте, что вы хотите сказать, потому что это же коммуникация, как вы хотите, какое впечатление вы хотите произвести. Давайте рассмотрим две крайности. Я лично всегда восхищался людьми, у которых все на месте, все всегда в порядке, волосы ухоженные, одежда всегда свежая, идеально чистая обувь, и видно, что они перед выходом из дома достаточно тщательно подготовились, уделили этому много времени. Это какой тип людей? Это педантичность. Такие люди будут тщательны, щепетильны и в делах, и во взаимоотношениях, и в соблюдении договоренностей. Есть такое понятие в психологии, это еще и криминалисты знают, что то, как мы реализуем какую-то деятельность, называется фиксированным комплексом действия. То есть то, как мы одеваемся, так же мы и кушаем, так же мы входим в взаимоотношения, так же мы совершаем преступления, не дай бог, так же мы что-либо другое реализуем. То есть у нас фиксированы комплексы действий во всем. Чрезмерная опрятность или опрятность? Потому что все-таки опрятность – это признак здоровья. Человек в хорошем ментальном благополучии, допустим, почему в депрессии у нас ассоциируется всегда и реализовано внешне именно неопрятностью, когда человек, допустим, застегнут не на те пуговицы, вот что-то там произошло, какая-то сбивка, когда несочетающие вещи, или он надет вообще не по погоде, на улице достаточно тепло, он в теплой кофте или в шапке, или он вообще в очень грязной обуви, настолько, что не сейчас она запылилась, мы где-то прошли, не успели почистить, а ее не чистили, допустим, неделями. То есть мне все равно, как я выгляжу, мне не до этого, мне сложно. Это признаки субдепрессивных состояний. Чрезмерная педантичность – это чрезмерность и в другом. Это значит, человеку не хватает определенной свободы, это значит, что я настолько не доверяю миру, и мне сложно ему открыться, что я на всякий случай буду вот по всему дресс-коду, чтобы ко мне было не придраться. И это, кстати, как психоаналитики говорят, очень прям четко показывает на, скорее всего, эмоционально холодную маму в детстве, потому что надо соответствовать. Вот это связочка. Помните, надо соответствовать. Да. Да, неважно, какой ты и что ты хочешь, выглядев всегда надо соответствовать. Мальчики не плачут, это тоже вот это вот оттуда. Девочка, ты же девочка, ты должна выглядеть хорошо. То есть это еще определенные такие родительские установки. Очень много, что можно сказать по одежде. Но все-таки давайте остановимся, что есть норма. Это какая-то золотая середина. Когда я могу быть свободен, но в то же время я все равно соответствую определенным нормам, которые существуют в обществе. Потому что напротив какая-то экзальтированность, какая-то прям невероятная, там, перья, блестки или что-либо еще, да, или какая-то еще больше экстравагантность. Это про что? Это про то, что обратите на меня внимание... Илья Бедросович ближе подсел. Да, 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 кстати, я почему-то тоже подумала о нем. Это про то, что я себя как будто и не вижу, и никаким образом сам себя оценить не могу, если вы меня не оценили. То есть это такая привязка к необходимости, важности социальных поглаживаний, социальной оценки. Это называется эстероидной тепличности у профайлеров. Это когда главное вот это ядро характера человека, бытный виду. Если я не на сцене, то я как будто нигде. Такие люди вот всегда опаздывают, они всегда очень входят эффектно, и по ним сразу видно, что они должны быть в свете всех лучей. Но, да, это же не про хорошее и плохое. Это про определенный тип личности. И, допустим, этот тип личности прекрасен, допустим, на сцене, правда? Это вот шоу, это яркость, это впечатление. Это очень здорово. Актеры, большинство из них, именно этого типу личности, посмотрели, как они надеваются в жизни. Какие-то белые костюмы, какие-то белые шарфы, да, там что-то такое, что все равно продлевает сцену в их жизни. Поэтому об одежде очень многое можно сказать. А заключительные минуты, возможно ли своим изменением своего стиля повлиять как-то на свое психоэмоциональное состояние, да и вообще на свое поведение? Вот есть множество телепередач, когда в один день, в один щелчок стилисты меняют образ человека, все, он дальше пошел уже совсем другим? Не совсем другим, но то, что существует и обратное влияние, это 100%. Потому что вспомните, когда вам грустно, но вы одеваете что-то яркое или свой любимый свитер, и как-то уже становится или теплее, или легче, или немного веселее. Конечно же, все это, может быть, и не будет какой-то очень серьезной терапии, и не поменяет личность уже абсолютно точно, но те передачи, о которых вы рассказываете, как точно покажут тебя с другой стороны. И ты немножечко расширишь, вот эти шоры снимешь, да, расширишь и посмотришь, а я могу быть и таким, а я могу быть более уверенным, а я могу быть более открытым в коммуникации с миром, я тоже так могу и хочу. То есть это немного освободит нас, даст возможность посмотреть на себя с другой стороны и поэкспериментировать. Я вообще за то, чтобы попробовать разные стили, не бойтесь экспериментировать. Спасибо за такие рекомендации в заключении нашей беседы, приходите к нам еще. Хорошо.